Всем привет, я Даша Кей, и сегодня я продолжаю рубрику обзоров H&M. Извините, конечно, H&M, но 4000 рублей, серьезно? В общем, перехожу к разбору этого огромного пакета, в кавычках, но на самом деле там много всего лежит. Начнем с того, что у меня уже был обзор косметики из H&M, и он был такой, как бы, непонятный. Я не сказала свое заключительное мнение об этом и обо всем, что я думаю о косметике из H&M, а сейчас я скажу все, все, что я думаю о вас. Погнали! Не знаю, когда я разговариваю, все время сухость, хочется больше пить. Первая, вот такая вот свечка, которую я взяла в H&M Home, когда поднялась туда, я очень часто заглядываю, там очень много всего крутого. Эта свечка очень приятно пахнет, я надеюсь, когда она зажжется, она будет пахнуть точно так же очень вкусно. Нотки, знаете, типа сандалов, дерева, выглядит она очень стильно, то есть можно, в принципе, поставить в интерьере, если вы не любите зажигать свечки. Я очень люблю зажигать, поэтому я сейчас зажгу. Зачем вот такие вот крышечки? Если кто жгет свечки, знает, что когда просто тушишь свечу, то очень неприятный запах остается, и это как раз для того, чтобы закрыть и потушить, оставить там минут на пять, ничего не загорится, даже это дерево. Вот это вот чудо стоило 799 рублей. Какие-то немыслимые цены сейчас встали в H&M, это самая главная претензия. Кисти. Честно говоря, это немного напоминает Алик. У H&M есть переработка вещей, но, к сожалению, видимо, они совершенно не задумываются о том, что вот этот пластик вредит намного больше, чем перегнивающие шмотки. Даже в Китае столько не кладут. Эти кисти стоят 599 рублей. Да, очень красиво выглядит. Кисточки в стиле Kat Von D, дорого-богато, нежный-нежный ворс. Я даже не знаю, как такой кисточкой краситься. Очень длинная ручка. Для пудры, для контуринга или для румян маленькая, и, видимо, для хайлайтера. Еще одна пластиковая упаковка, и в ней rainbow хайлайтер за 399 рублей. Такое ощущение, что он уже был вскрыт. Сейчас сделаю сводч. Я возьму самую маленькую кисточку из набора, наберу немного хайлайтера. Вот наверху, кстати, красивый цвет. Ё-моё. Прям крупные блестки, но они очень круто светятся в камере. В жизни они смотрятся не так красиво, даже как хайлайтер с Алиэкспресс. Крупнючие блестки. Очень светлый хайлайтер, просто белый. Несмотря на то, что я даже не загорелая. Попробую нанести влажным способом. Использую спрей, сияющий от Beauty Bomb. Ну, очень яркий. Пипец, причем какой яркий. Какие-то карнавальные выбеленные щеки. Это пипец. Второй набор кистей. Стоил уже 399 рублей. Кисточки для век. Я подозреваю, что это какой-то дорожный набор. Синтетический. Просто подстриженный, не собранный. Задумка удобная. Я приобрела себе более качественный такой наборчик. Наберу немного этого хайлайтера. Нанесу этот хайлайтер во внутренний уголок глаза. Какое-то легкое-легкое сияние. Но весь продукт из-за того, что там только крупные блестки, он просто... Сползает. Накопала этих блесток и прессанула на внутренний уголок глаза. Вот что получилось. Палетка за 499 рублей. Эта палетка тоже из серии Travel. Три коричневых оттенка. Этот, так понимаю, для скульптурирования. Хайлайтер золотой. Очень много вопросов, очень мало ответов. Светло-молочный оттенок, румяна. Оттенок цвета шампанского. Все оттенки для простого ижедневного макияжа. Сейчас мы засвочим и посмотрим, какая же тут пигментация. Я расстроена просто о потраченных деньгах. Даже если взять какие-то отдельные цвета, то они настолько меловые и полупрозрачные, что их вообще не хочется наносить себе наверх. В общем, возьму контуринг. Как бы сниму на палетку. И законтурится. Сейчас мы законтурируем нос. Вы посмотрите просто цвет, насколько он рыжий. Как бы... Ну, я думаю, на передней части лица понятно, насколько этот оттенок рыжий. Этот золотой хайлайтер вы мне предлагаете на скулы нанести? Золотые щеки. Why not? Переходим к румянам. Так вот, пигментированно нанеслись эти тени. А знаете почему? Потому что эта кисть очень твердая, и она просто соскребает эти тени из палетки. Идем дальше. Возьмем пушистую кисть, наберем вот этот вот средний оттенок, то есть не самый коричневый. Наберу вот этот вот переливающийся немного оттенок и нанесу его в складку века. Когда кисти не то чтобы не тушуют за тебя, а даже наоборот, ставят пятна за тебя. Я максимально постаралась растушевать этот оттенок. Дальше я беру маленькую кисть и набираю вот этот самый темный оттенок, чтобы им сделать стрелку. Вы могли ей накраситься и взять ее только с собой. У меня такое складывается ощущение, что в принципе, если действовать по нормальной технике, можно накраситься даже залой. Но это точно не та косметика, которая красит Шакиру. Это жидкая губная помада. Если она матовая, то я смогу нанести на центр века и как-то спасти ситуацию. Тойланд 399 рублей, ребят. Да, цены не сахар. В H&M. Нет, ну либо я не умею доставать, либо тут что-то реально они приклеили. Ааа, они приклеили. Классно, они приклеили к упаковке. Делаем свотч. По-моему, это застывает. Я возьму этот глиттер лип крем. Если честно, я, конечно, на свой страх и риск так делаю. Я нанесу сейчас это на века в технике Кат Крис. Если у меня не получится, я не расстроюсь, потому что я сама виновата. На губы я глиттер все равно не наношу. Я чаще всего его наношу на глаза. А вот, допустим, глиттер от Lime Crime тот же можно наносить на глаза. Вроде бы ничего не щипет. Оттенок цвета шампанского. Возможно, тут даже можно золотой. Но я пока остановлюсь на шампане, чтобы он просто не скатался. И это называется техника Кат Крис. Она очень крутая для людей с нависшим веком. Когда вы смотрите чуть вбок даже или прямо, у вас века как будто бы становится больше. Так, тут то же самое. Чуть-чуть я попробую нанести на губы. На губах эта штука выглядит как хайлайтер. Наверное, две самых крутых вещи, которые мне удалось вымутить. Это керлер для ресниц и такие щипчики, которые клеят накладные ресницы. Они были со скидкой. Щипчики стоили 150 вместо 500 рублей. Керлер стоил 80 рублей вместо 300. Во всяком случае, я продезинфицирую это все. Так будет спокойнее. Он что-то делает? К сожалению, керлер не делает ничего. У нас есть еще накладные ресницы. Ммм, я совсем забыла про бронзер. Понравился своим цветом зелененьким. Упаковка, конечно, тоже дешевая. Но вроде ничего. Хуже уже с моим золотым хайлайтером не будет. Я копала картошку, как обычно. Бронзер красивый, но, скорее всего, нужно было его наносить до всех вот этих махинаций. Сейчас на мне уже опять дофига косметики. Но я хочу все протестировать, все попробовать. Еще одно приблудо за 350 рублей. Это такой вот спонж. Может быть, он решит все мои проблемы. Поэтому мне интересно одно, разбухает он в воде или нет. Намочила его, но, к сожалению, он не разбух. То есть, если тональное средство, то наносить таким вот образом. Пим-пим-пим. Я полностью пропитала этот спонж. Если бы этот спонж был бы мягким, то вещь удобная. Надеюсь, такой придумают когда-нибудь китайцы. Я сделаю на это обзор. А вот и реснички. Приклею на клей, который идет вместе с этими ресницами. Надеюсь, что этот клей латексный. Такой вот тюбик интересный. Давайте вы сами попробуйте на этот клей что-нибудь приклеить. И потом будете уже это продавать. Клей, на который я клею почти что все ресницы. За исключением нарощенных. Потому что этот клей снимается к вечеру, либо на следующий день. Ну, в общем, когда вы там захотите их снять. Они отлепятся без труда, потому что это латексный клей. Латекс снимается как пленочка. Небольшой горошины мне хватает для того, чтобы приклеить все ресницы. Эти щипчики для того, чтобы клеить накладные ресницы. Когда чуть-чуть клей подзастыл, начинаю проходиться, прижимать к своим ресницам. Таким образом они приклеиваются. Все, что мы видели по сравнению с тем, что было раньше в H&M. Гелевый подвод, тени, которые в принципе стоили нормальных денег и были более-менее по качеству. Сейчас они куда-то ушли. И нам продают и втюхивают какое-то фуфло. Вот так вот выглядит макияж. Вот тут вот я немного прошлась тональным кремом. Было невозможно смотреть на эту рыхлую кожу, которую сделал хайлайтер. Выглядел очень дешево. В общем, давно я не видела такой говеной косметики даже. Такое даже покупать не надо. Чисто в целях, чтобы не загрязнять планету. Чтобы вы типа купили вот это вот все пластиковое и выбросили. Потому что смотрится это некрасиво. Обычно такие ресницы даже за 399 рублей можно носить по несколько раз. Это не одноразовая такая тема. Подобные ресницы можно купить на Алиэкспресс. У Ольги Романовой мне нравится, как выглядит. Я ношу их уже, наверное, раз четвертый-пятый. И они выглядят очень хорошо. Это вот такие вот у нее новые реснички в розовой упаковке. Остальные я пробовала, мне не очень нравилось. Либо слишком какой-то натуральный эффект. И они рвались потом сразу же. А вот эти вот новые идут на более прочной леске. Такие более сгибающиеся. Эти ресницы невозможно ни согнуть по форме века. Ни наклеить. Клей идет вот тут вот такой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, я буду делать больше обзоров. Мне интересно ваше мнение о том, что вы думаете об этой косметике. Что она вам напоминает? Согласны вы со мной или нет? Обзор получился немного агрессивным, потому что я ждала от косметики из H&M чего-то, знаете, просто веселого, такого, развлекательного, подросткового. Но этого даже не увидела. К сожалению, для меня это тупо детская косметика, которой нужно баловаться, а не краситься. Особенно даже людям. Я бы не сказала, что вот мой возраст 22 года не позволяет мне пользоваться косметикой из H&M. Ну, то есть, в принципе, я тот же подросток. Но в целом и в общем, я не советую тратиться на такую косметику. Это больше как получающий такой обзор. Что нафиг надо? Какие-то сумасшедшие наценки, доллары и все такое. Этим клеем вообще пользоваться опасно. Непонятно, что там в составе. С вами была Даша Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok